Харьковский суд арестовал на два месяца без права на залог Елену Зайцеву, девушку, чей джип стал причиной гибели пяти человек. Напомню, трагедия произошла в среду вечером. Зайцева буквально вылетела на перекресток, столкнулась с другой машиной и затем ее Лексус отбросила на тротуар. Похороны погибших начинаются завтра. В больницах же остаются четверо из шестерых пострадавших. Трое по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии, в том числе и беременная женщина. Неоднократные штрафы, гонки по городу и даже опиаты в крови. Каждая новая информация о виновнице этого ДТП вызывает все больше гнева. И тем не менее, вот честно, до сих пор нет уверенности, что она будет отвечать за эту аварию. Все-таки уж слишком часто в Украине большие деньги и хорошие связи позволяют уйти от ответственности. Тему продолжит Светлана Шекера. Перед началом заседания в зале суда ни одного свободного места. Мама подозреваемой Елены Зайцевой с того рокового вечера дочь еще не видела. Общаться с прессой наотрез отказывается. Я отказываю ей давать какие-то комментарии, а адвокат ответит на все вопросы. Елену Зайцеву заводят в наручниках. Журналисты тут же засыпают вопросами, но Елена только молчит и плачет. Скажите, Сережа. Как это стало? Что стало, Елена? Представители прокуратуры просят для Зайцевой два месяца ареста. Боятся, что подозреваемая может просто сбежать. При застосовании больше мягкого захода, чем держание под вартою, в подальшем может переховываться и от органов досудового расследования или суду. Незаконно впливать на потерпелых свидетельств, экспертов, специалистов в этом терминальном проведении. Дальше следователь сообщает. Зайцева примерным водителем не была. За два года вождения шесть админпротоколов. И именно грубое нарушение правил дорожного движения привело к трагедии. Она должна была в данной ситуации, с урахованием изменения сигналов светлофора, принять заходы, которые выглядят гальмирование. На что она посигналила, а потом приняла решение маневровать вправо. И тому привело к такой трагедии. Под диктовку защитника Елена Зайцева рассказывает в суду о своей болезни. Оказывается, у девушки хроническое неврологическое заболевание после травмы. У меня была травма, а после ДТП у меня ошибка головного мозга. Когда это было? В 2007 году я стою у невропатолога на учете. Потому что она меня поддерживает постоянно. А я очень страждаю головными болями. Неожиданно прокуроры достают свежий документ. Получен результат лабораторного анализа. У Зайцевой обнаружены опиаты. Это не сомитница, такого быть не может вообще. Я сейчас могу заявить, что подзаказная была твереза абсолютно. Откуда вообще такое можно было выдумать опиаты? Этот анализ был взят не у меня в кабинете, был взят в наркоцентре. Сразу же после ДТП, куда была доставлена работниками патрульной полиции водя Зайцева. Суд уходит на перерыв. После у адвоката появляется версия, откуда взялись опиаты. Мол, девушка выпила успокоительное сразу после аварии. Все произошло на улице Сумской. Здесь всегда многолюдно. Светофор для водителей и пешеходов. Люди собрались на тротуаре, ждали зеленый сигнал светофора, чтобы перейти дорогу. В этот момент в толпу врезался внедорожник. Скрик тормозов и все. Я просто чувствую на себе удар. Я ложусь. Я видел, что бампер Лексуса сбил мою голову, грубо говоря. Я подошу направо и смотрю, вот там лежит 4 человека. Там лежат на дороге. Вот видео с камер наблюдения, где зафиксирован момент столкновения. На кадрах видно, как Volkswagen трогается от светофора, выезжает на середину перекрестка и тут в него врезается черный Лексус. Боковая сторона автомобиля Лексус левая и передняя часть автомобиля Volkswagen Taure. И с последующим наездом на опрокидывание и травмирование пешеходов. С какой скоростью ехал Лексус, пока неизвестно. Но, судя по видео с камер наблюдения, с приличной. Пользователи соцсетей подсчитали. Дорожную разметку длиной 160 метров машина проехала за 5 секунд. Значит, скорость была больше 100 км в час. Возможно, девушка участвовала в уличных гонках. Елена Зайцева, студентка третьего курса университета имени Каразина. Будущий пиарщик. Водительские права получила менее двух лет назад. При этом отчим девушки по телефону уверяет Елена опытный водитель. Ну, один протокол, они в основном связаны с тем, что у ресторана поставили не там машину. Вы знаете, там нет таких протоколов, которые она там гонял или что-то сделал. Она не мажор, она учится в институте. У нас кромная семья. Слушай, пишут и говорят, это вранье. Елена Зайцева, сводная сестра, экс-заместителя прокурора Черкасской области времен Пшонки Дмитрия Зайцева. Ранее он работал в ГПУ, был прокурором Крыма. После люстрации находится в розыске, скрывается в Москве. Активисты узнали, «Лексус» записан на приемного отца Елены Зайцевой Василия Зайцева. Он гендиректор частного общества «Укрэнергочермед». Семья непростая, поэтому многие не верят, что девушка понесет наказание. Но сегодня суд таки отправил Елену Зайцеву на два месяца в СИЗО без права внесения залога. Светлана Шекира, Александр Яновский. Подробности недели, телеканал Интерхарьков.